Друзья, всем привет и добро пожаловать на канал Мистер Салер. Наверное, у каждого криптона есть два любимых занятия. Это смотреть, как растет биток и находить очередной проект, который можно назвать скамом. На этот раз под горячую руку попал проект Virus Finance и экосистема Waves в целом. Думаю, что каждый уважающий себя обитатель крипто не раз кайфовал от Waves процентов, которые можно получить на пассиве благодаря стейкингу на Waves Exchange или Virus. А Waves утки вообще стали мировым трендом и продаются за сотни тысяч долларов. Также всех более чем устраивал дикий рост нативные монеты проекта Waves и никто бы даже не обратил внимания на то, что известный манипулятор рынка FTX. Но случился твит. Твит от рандомного никому ранее неизвестного человека, который по хорошим традициям скандалистов дико разлетелся. Неизвестный утверждал о том, что якобы Virus начали прокручивать схему понсы с токенами Waves, чтобы вызвать продажи Waves и тем самым выпустить фонд из шортовых сделок. Значит, вот у нас этот твиттер. Вот мы видим Waves самая большая понсы в криптовалюте. То есть здесь он описывает всю эту ситуацию. Ну и после данного цвета поступает ответ от Саши Иванова, который является фаундером экосистемы Waves. Вот он здесь отвечает. Он пишет, что приготовьте свой попкорн, а Lameda манипулирует Waves ценой и организует фат-компании, чтобы вызвать панические продажи. Надеюсь, я привлек ваш внимание. Подписывайтесь на меня. В твите Саша объяснил, что начиная с 20.03. Lameda начала заливать огромное количество стейблов, протоколов Virus Finance и под залог этих стейблов брать в кредит огромное количество Waves. Эти заемные токены Waves сразу выводились на Binance и продавались на споте, очевидно, чтобы дампить цену, потому что вместе с закрытием лонга фонд планировал заработать на шорте. Завести на FTX нельзя, потому что там только врапнуты Waves. Но цена токена Waves продолжала расти, долг увеличился, ликвидация приближалась и фонд был вынужден заводить все больше стейблов и заимствовать все больше Waves. Но сегодня с кошелька залита депозитов на сумму 60 миллионов долларов USDC и USDT и выведено 600 тысяч Waves. Важно то, что по итогу Alameda переиграли сами себя и их стейблкоины оказались заблокированы в протоколе Virus Finance. Но это все конфликт китов. Обычные пользователи платформы столкнулись с тем, что они не могут вывести средства с Virus Finance, стали свидетелем пэга стейблкоина USDN по 0,67 центов. Это и вправду жутко. Но давайте разберемся, что с этим всем делать. Почему я не могу вывести средства? Все просто. После начала FAT-компании люди стали панически выводить свои стейблы, но в протоколе Virus просто закончились свободные средства для вывода. Предполагаю, что на момент запуска данного видео вывод уже доступен, но если нет, то ситуация точно нормализируется в ближайшее время. Хотя зачем спешить выводить стейблы? Непонятно, процент все еще начисляется, а ваши стейблы отлично себя там чувствуют. Ну а если вы решили, что Virus это скам, можно вернуться к исходникам DeFi рынка. Virus это просто прокладка между человеком и блокчейном. В DeFi проект технически не может быть скамом. С блокчейн можно играться, можно манипулировать, но обмануть блокчейн невозможно. Почему долг больше займа? Эта ситуация объясняется легко и просто за счет сложного процента. Если кому интересно, всю информацию можно почитать на форуме Virus. Ну и вообще, если к слову, то можно найти много чего интересного, ссылочку прикреплю под это видео. Ну и такой вот, наверное, интересный вопрос, а почему USDN по 0.67? Действительно, это рынок перевернуло. Многие обратили внимание на это. Много даже блогеров напускало роликов. Так вот, после падения Waves, USDN стал стоить не 1 доллар, как любой стейбл, а упал до 0.69. Довольно неприлично, как для стейблкоина. Соглашусь. Но это реалии крипты. Очень мило наблюдать за владельцами USD от Terra, которые вовсю критикуют USDN и утверждают, что Waves прокрутили схему Ponzi. История с UDN далеко не уникальна. Всеми любимый USDN тоже опускался к 0.57 и поднимался к 1.32. А столь популярный сейчас тейбл USDN работает точно так же, как USDN. То есть, обеспеченный единственным токеном и может измениться в цене, зависимо от курса токена луна. Ну и, наверное, очень актуальный вопрос, как остаться в плюсе. Думаю, картина уже более чем понятна. Никто никого не скамил и не планировал. А от Alameda никто ничего другого и не ожидал. Как говорится, каждый зарабатывает как может. Но хочется Alameda монеты шортить. Пускай никто ей этого запретить не может. Наша с вами задача искать возможности для заработка, а не называть все вокруг скамом, не разобравшись. К примеру, вот пару интересных кейсов от тех, кто привык зарабатывать, пока другие жалуются. На моменте падения вейвского стебла многие затарились USDN-ами, ожидая отката обратно до 1 доллара. И так случилось с USDN опять 1 доллар. Те, кто в свое время закупили вейвс, на падение стали свидетелями роста с 10 долларов до 60. И самые быстрые воспользовались блоком вывода. Взяли кредит под 80% и разместили под 105% на депозите тут же. Перспектива разместить свои стеблы под 105% годовых выглядит очень заманчиво. Но, do you own research? Все упомянутые материалы оставлю в описании. Ну а видео для вас подготовил, как обычно, мистер Салер. Кому оно было полезно, обязательно комментарии, лайки. До новых встреч. Пока.